Елена, привет! Привет! Такая ты вообще красотка, сидишь на качелях дома, уже интересно! Спасибо огромное за приглашение в мой родной Челябинск, но прежде чем мы пойдем смотреть, нам надо узнать, что это за квартира. Площадь, высота потолков, количество комнат. Квартира 64 квадрата, высота потолков 275-280, комнат 2, взрослая спальня, детская спальня и кухня. Поскольку интересная планировка, получается такая кухня-студия. Получается, у вас планировка эта уже была, то есть от застройщика? Да, это была интересная планировка от застройщика, когда в спальне два входа. Я знаю, что ее меняют, а мы решили не менять, это очень сильно понравилось. Да, это вообще просто супер. Но начнем мы, предлагаю, начать с кухни, как обычно, потому что она тоже интересная. Пойдем! И вообще вся квартира прям такая живая, сочная, цветы, живые цветы. Расскажи, чем ты вдохновлялась, когда это придумывала? Здесь был очень долгий и очень легкий процесс, на самом деле. Вдохновлялась я стилем гранж изначально. гранж изначально. И он немножечко другой. Тут уже получилось какое-то смешение стилей. Мне очень нравятся натуральные вот эти вот фактуры. Кирпич, штукатурка, вот что-то вот такое все теплое, ламповое. Вот. И вот началось с этого. И потом, когда выбираешь какой-то определенный стиль, стараешься его придерживаться, как бы, ну вот уже рождается какой-то образ. У меня самой была очень острая прям вот зудящая потребность сделать такой интерьер, в котором мне будет очень хорошо. Зеленый цвет на кухне. Очень крутое решение, яркое, привлекает сразу внимание, то, что еще до потолка. Чем покрасила? Как вдохновилась? Я вдохновлялась, в принципе, интернетом, разными ресурсами, не только с интерьером. Нет единого источника информации. Эта краска Тикурила, в ссылочках под видео обязательно будет ее. Номер. Давай теперь про фартук поговорим, потому что он тоже необычный. Из чего он? Это МДФ, ДСП, материалы плитные, самые обычные, просто выбрана такая расцветка, которая имитирует металл. То есть вы завели МДФ на стену просто? ХДФ называется на самом деле, если мне память не изменяет. Это тоненький плитный материал, вот здесь толстый МДФ, а здесь тонкий. Угу. Они и в комплекте продаются. Вообще супер. И насколько это практично? Ну, понятно, по цвету супер, вопросов нет. А по тому, как это основать? Да, во-первых, на нем очень мало что видно, на самом деле. По крайней мере, чуть больше года мы здесь живем, я, может, разочек протирала сам фартук, наверное, может, два за все это время. И, во-вторых, поскольку это ламинированные материалы, они не боятся губки, не боятся химии. Можно натирать бесконечно тем, кто. Большие поклонники частоты. А как тебе живется без вытяжки? Часы, конечно, круто смотрятся, но вот они прямо на том самом месте. Часы висят ровно на том месте, где сделала вывод под вытяжку. То есть мы планировали, что она может потребоваться, но, насмотревшись разных ресурсов в интернете, в том числе на твоем канале, я сделала вывод, что есть люди с таким складом жизни, которым вытяжка не нужна. И я из них оказалась, потому что, ну, в квартире не пахнет едой. Я готовлю, готовлю как ни много, ни мало, но не пахнет. Давай поговорим вообще про стоимость кухни и откуда она. Понятно, она уже, сейчас уже стала классикой. Белая кухня, классические фасады. Фасады мне достались с... Они уже были у производителя, и мне их получилось с оценкой купить. Они абсолютно нормального качества, просто они уже были. Они были отказны. Вот. И кухня... Ну, я не знаю, сейчас вот назову примерную стоимость, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Ну, она существенно дешевле была, чем аналогичная кухня, если бы она была непосредственно под заказ. Передо мной стояла задача просто те фасады, которые уже были, придумать ящики под них, короба, понять, что будет у меня храниться. Слушай, отличное решение. Нам надо поговорить про стол и стулья, и вот знаешь, твой стол моя боль. Потому что он стеклянный, у меня двое детей, и вот это всегда грязище, всегда. И как ты вообще с ним живешь? Стеклянная столешница появилась не сразу. Этот стол был в подарок от моего брата. Он мне очень понравился. Выглядит классно. Да. Он потрясающий. Это моя большая любовь. Я не могла найти сюда стол, не могла подобрать. А он вот сам меня нашел. Это прекрасно. Спасибо брату моему. Ответ на твой вопрос по поводу стеклянной столешницы. Я не могу сказать, что я невероятная чистюля, но у меня проблем с уборкой этой столешницы нет вообще. А еще я приглядела, что у тебя стоит этажерка, да? Да. И как? Ты ее катаешь? Или это чисто, ну да, моде можно сказать? Потому что, так, знаешь, в магазине видишь, думаешь, все, я точно буду катать. Я точно ее поставлю, и она у меня будет функциональная. Но не всегда, к сожалению, получается. Я ее обожаю. Я ее катаю. Хотя я не планировала ее катать. Она покупалась для тумбы под телевизор. И в ней все удобно располагалось, пока не появилась радиола. И иногда хочется прямо вот перед телевизором немножечко прелаксировать. Вот. Дочка занятие это полюбила. И мы сюда притаскиваем кресло-мешок. И вот напротив телевизора в этом уголочке располагаемся. Соответственно, этажерочку просто сдвигаем, и тут появляется дополнительное место. Все удобно. Спасибо, Икея. Вот и подступает конец года. Я вовсю планирую 2022, а значит, и думаю над новыми проектами. Вы часто мне в личку задаете вопросы, как сделать перестановку в комнате, где купить те или иные вещи. Мы даже в проекте Хомзи переделали несколько комнат в этом году. Вот до и после. В общем, я решила сделать для вас практику. Это такая применимая в каждой квартире штука, которая поможет сделать ваш дом лучше. Сделать небольшие перестановки. Использовать хитрые и недорогие приемы декорирования. И самое главное, довести вас до результата. Но, мне кажется, лучший способ это сделать, это спросить у вас, чего бы вы хотели. Я оставлю ссылку под этим видео на небольшой опросник, похожий на тест. Он не займет у вас больше пяти минут. Переходите по ссылке и заполните его, пожалуйста. А благодарны за это, вы первыми сможете попасть в группу и получить доступ по самым низким ценам. Ссылка под видео. Милена, ты мне обещала еще рассказать про стулья. Два стула с мягкой обивкой, они из магазинчика «Волшебное дерево». Очень классные, на самом деле, там мебель нашего производства, российского в основном. А вот этот вот стул очень удобный, он отреставрированный. Вот с мебельными кнопочками, обожаю его, невозможно. Его мне подарила подруга. Смотри, у меня еще такое складывается, вот прям устойчивое ощущение, что мы в какой-то квартире типа Сталинки, но дом новый. Ты прям хотела, да, такую атмосферу создать? Мы рассматривали Сталинки на разных жизненных этапах, как возможный вариант жилья. Да, ты попала в яблочко, эта атмосфера нравится. Вот, поэтому, наверное, вот здесь это и чувствуется в интерьере. Хотя я именно параллель со Сталинкой не проводила никогда. И радиолога. Тоже нашла нас, она оказалась у супруга в гараже. И когда он ее принес домой, мне сказала, давай попробуем, может бар в ней организуем. Оказалось, что она работает. И мы, естественно, ее не убили, она работает, можно радио слушать. И она действительно теплая и ламповая, это круто. Хотела показать тебе, Оль, место, где я ловлю Дэн. Рядышком со столешницей из дуба. Вот, который мне очень-очень дорог, приятен. Из такой слэп. Вот, должны быть такие, наверное, места у каждого человека. Наверное, у каждого они есть в доме, где, вот, хорошо. Где ты берешь кружку кофе и понимаешь, что у тебя жизнь идет так, как надо. Я это ощущаю здесь. Хорошо, двигаемся дальше. И вот мы добрались до, я бы сказала, инсталляции входа в спальню. Потому что он действительно не просто дверь, не просто дверной проем, а прям такой приглашающий портал. Красиво. Еще и кое-что начался ремонт. Я называю это своей блажью. Вот, мне нужно было, чтобы были состаренные кирпичи. Возводила я сама, просто потому что это блажь. У меня супруг очень напряженно работал. Своими руками? Ну, да. Фотографии есть, как они. Супер. Тут вопрос у меня про функциональность все-таки проема. Можно ли закрыться, находясь в кухне или в спальне дверями, дверьми? Возникают ситуации, когда хочется эти двери прикрыть. Тем более, что здесь спальня, там кухня. И это решение запланировано. Куплен лофтовый механизм для разбежных дверей. Он будет монтироваться над проемом. И двери будут вдоль стены ездить. Двери вот такого типа. Их тоже потребуется доработать, чтобы они были в стиле интерьера. Но это будет интересно. Я жду этого. То есть ты хочешь вот эти двери покрасить? Нет, мне очень нравится этот цвет. Они не подходят по размеру к проему. Будет стоять задача их надставить. И по периметру я хочу их обидеть кожей, поскольку это в стиле интерьера. Круто. Мы не сняли с тобой про качели. Расскажи, как ты сделала ее? Как она у тебя в итоге крепится? И к чему ее можно прикрепить? Сколько по весу можно? Крепится инженерным гением моего супруга, который сделал эту конструкцию такой, что здесь можно садить много человек и выдерживает она тонну. Вот. А вот в обычной квартире, если захочется, к дверному кусяку такое не приделаешь, правильно? Надо, чтобы была стена. Ну, здесь плита, верно. Здесь именно плита, поэтому никаких сложностей не было. Наверное, если ввинчиваться в какую-то основу типа плитного материала, то все выпадет сразу же. Ну, здесь было удобно это решение с качелей, оно продиктовано планировкой квартиры и детским желанием иметь качельку дома. Эту качельку все любят, любят члены семьи, любят друзья. Бесконечно. Не только дети в итоге качаются, конечно. Все мы, потому что как маленькие. Добрались до спальни. Во-первых, много цветов. Просто обожаю это. Прям чье увлечение? Твое, мужа? Мое, это не сразу пришло. Наверное, у всех этот момент наступает, когда цветочки начинают нравиться. Появляется первый житель зеленый дома и пошло-поехало. Да, теперь их много, теперь они разные. Теперь хочется следить за цветочной модой, знать, что алоэ в моде. Спасибо, опять-таки, Алене. Это она меня просвещает. Вот. И эти цветочки вводить в дом, потому что с ними круче. Согласна. Особенно красный этот цвет. Они дружат. И, конечно же, прямо они тут просятся. Но насчет красного. Ну, такой довольно спорный цвет для спальни. Потому что он активный. Как тебе в нем живется? Во-первых, как часто делаю в таких случаях. Этот активный цвет, он за изголовьем, да. То есть, когда мы спим и этот красный цвет не видим. Известное решение. Во-вторых, он довольно сложный, неоткровенно красный. Меня он не отвлекает, не раздражает. А что непосредственно на стене? Вот это какие-то панели или это просто вагонка? Это вагонка, Оль. Обычная вагонка, причем даже не со скругленными краешками, потому что я разную смотрела на стрелинке. Такая понравилась больше. Вот. И ее тоже сама монтировала. Умница. Ну, потому что это как конструктор. Это классно. Ну, это я соглашусь, но просто не всегда даже так придумаешь. И она вообще совершенно заиграла по-другому. То есть, так и не скажешь, по идее, что даже вагонка. Хочу внимание обратить вот на этот сундук. Для меня это иллюстрация того, что надо применять в интерьере то, что тебе нравится. Он кого-то смущает, кому-то кажется, что он опасный, у него металлические углы. Что он обшарпанный. Мне он прекрасен. У меня он функционален. И мне его подарили друзья. Для меня он ценен. И я считаю, что такие вещи должны быть в интерьере обязательно. Ну, это точно. Это то, что дом делает уютным, дом делает домом. Класс. Спасибо. Конечно, ты круто смешиваешь стили. И получается, что у нас и такая библиотека, и эти кирпичные стены. И сам портал, который создает эта библиотека при проходе в другую комнату. Интересно. Вот расскажи про создание этой инсталляции. По-другому не скажешь. Вообще так получилось, что с этих колон началось все. То есть, было понятно, что они здесь должны быть. И была мечта библиотеку, детскую свою, которая была в родительской квартире, когда-нибудь разместить в своей. Чем покрашены фасады? И вообще, из чего сделана вся конструкция? Потому что видно, что она то ли броширована, то ли что-то ты с ней придумала. Фасады затянуты МДФ-ные, затянуты пленкой. Здесь также приклеен, я в этом процессе даже участвовала немножко. Вот, я хотела спросить, сама ты это сделала? Ну, вообще, это штатное решение. Это специальный полиуретановый какой-то декор, который вот именно таким образом размещается на фасадах, которые обтягиваются пленкой. Ну, просто это не часто используется. И, как бы, вот, я в этом процессе своими ручками поучаствовала. Приклеивала. Сверху обтягивается пленка уже стандартным образом. У тебя вот много таких решений, которые ты где-то что-то схитрила, да? Там, вагонку недорогую, но ты ее применила правильно. Здесь тоже очень много таких элементов. И сразу непонятно, сколько ты потратила на ремонт. А в итоге сколько? Потому что сразу интересно. Весь ремонт, с учетом того, что была техника на кухню, бытовая техника была вся, телевизор и все вот это было. Обошелся в 720-730 тысяч, меньше 800 тысяч. Невероятно. На площадь там 64 квадрата. Да, 64 квадрата, да. Супер. Говоря о конструкции шкафа. Ну, мало того, что я так понимаю, он функциональный, мы еще заглянем. Как ты хитро сделала фасад снаружи, то есть он вроде бы как ничего и не закрывает, но он есть и он создает вообще картину. Хочу просто внимание зрителей на этот момент обратить. Прежде чем уйти отсюда, мы должны поговорить про свет. Потому что и здесь, и в кухне какие-то просто невероятные светильники. конечно, я их заметила. Расскажи. Вот эта люстра, она из квартиры с ремонтом в стиле двухтысячных. Она меня нафа. Вот. Подарок мне была передана. Замечательно сюда в этот интерьер вписалась. Зеркало гримерное, это хендмейт. Когда-то на авито куплено для декораторских целей, для оформления мероприятий. На кухне светильники из магазина «Луч». Милен, давай поговорим еще про вот этот портал, который возник, потому что это такой классный прием, когда ты спрятала шкафы. Да. То есть они вроде бы как есть, они видно, что вместительные, но пролетаешь через них куда-то там вдаль. Идея пришла сама собой, потому что очень хотелось гардеробную и кладовую. Вот для этого эти шкафы и появились. Они появились именно такой формы. Получается, что можно из прихожей в спальню попасть вот таким образом, или через кухню, как вы заходили. Это гардеробная. Ну, она такая довольно обширная. Вау. Тут прям много места. И знаешь, я сразу поняла, почему она здесь, потому что там дальше вход в квартиру, и как бы это суперудобно. Хранение Икея, как бы решение вроде как довольно обычное. Ну, очень удобно, это классно. А есть там какие-нибудь укромные уголки для пылесоса, утюга? Да. Из вот средств уборки здесь хранится только вот беспроводной пылесос. Здесь же зарядка к нему есть, удобно заряжать его здесь. И по большому счету все. То есть остальное здесь это одежда и, ну, наверное, по большей части декор, который вот использовался для декрирования мероприятий. А ты этим занималась, да? Это как один из видов деятельности, да, чем мы занимались с моей коллегой. Очень... Ну, мы этим продолжаем заниматься. Не масло. Вот откуда ноги растут. Просто так вот сочетать довольно странные несочетаемые вещи, казалось бы, на первый взгляд. И чтобы это все срасталось, обычно чувствуется, что у человека есть какой-то бэкграунд. Понятно теперь. Ну, я считаю своим бэкграундом изначально художественную подготовку, потому что изначально я художник. Здесь мы как два Плюшкина с моим супругом. Все инструменты для дома любим закупать, коллекционировать. Перфораторы, шуруповерты разного вида шкурочки, шлифмашинки. Ну, вот технику любим. Такой дом, как у тебя, без этого не обходится. Спасибо, Оль. В общем, здесь хранится вот это все и краски в два этажа, поскольку краски – это мое все. Так мы попадаем в прихожую через один из выходов в спальне. Прихожая пока не закончена. Она вся белая. Она стала еще белее, чем раньше. Покрасила дверь входную в белый цвет. Там вы, наверное, видели желтенький шкаф. Там находится детская. Мы в нее обязательно придем. Это будущее мое пространство для творчества. Я представляю себе, что здесь будет. Есть разные идеи. Ну, круто, что у тебя здесь нет шкафов, потому что все они вот там. И они в удобном доступе. Сразу не возникает вопроса, куда все складывать. Это отлично. Оль, ты спрашивала про хозбыт. Мелочи и не мелочи в доме. Вот здесь расположена сушка для вещей и гладильная доска. Я их изначально хотела прятать. Прятать в шкаф, на диске как-то еще. Но потом мне понравилось так. Мне органично, красиво. Какая интересная гладильная доска. Она откидная, да? Да. Ух ты! Где ты вообще ее нашла такую? Я ее искала долго. У меня было понимание, ощущение, что мне нужна именно такая. Вау. Удобная, мобильная. Пойдем смотреть. Пойдем смотреть. Вещи, которые мне больше всего нравятся в санузле. Это, как и в других местах в квартире, слэп, который используется в качестве столешки. Дуб в масле. Он прекрасен. Инсталляция из зеркал. Потому что зеркала эти я искала долго. Найти не могла. Отрисовала сама. Заказала. Мне их изготовили. В общем, это прямо детище мое. С декоративным светильником. Нравится в ванной текстиль, шторка. Потому что тоже искалась долго. И с настроением. И она полностью подходит. И, наверное, нравится, что то, чего не было раньше в других местах, где я обитала, это то, что весь шум спрятан, весь хозбыт в шкафу. Здесь еще такой простор для творчества. Но здесь тоже уже все решено, как что и будет. Какие материалы будут применяться. Здесь будет колонна, которая закрывает водогрей, инсталляцию. И она увяжет весь интерьер. Будет все круче, чем сейчас. Отлично. Ну, а вы вот так давно живете с недоделочкой небольшой? Недоделочка это с самого начала. То есть, мы живем с ней порядка года. Несколько месяцев я обдумывала, как именно эта колонна будет, из каких материалов собираться. Потому что мне не хотелось зашивать ее гипсокартон. В общем, искали решение. Решение нашли. Вот. Но я уделяла внимание другим вещам. И это, кстати, вообще это сладенькое. Это один из тех советов, которые Оль хотела дать в конце. То есть, что расставляйте для себя приоритеты. Давай. Давай сейчас. Что вам нравится, что вам хочется. Мне хотелось колонн, я их сделала. Для меня это было важно. Кому-то, может быть, нужно начать с санузла и понимать, что там идеальная картинка. Расставляйте для себя приоритеты, ни на кого не смотрите. Делайте так, как хочется вам. Потому что именно вам здесь жить. Да. Спасибо. Круто. Хоть еще и не конец, но совет мы получили. Пойдем в детскую. Мы находимся в детской. То, с чего начиналась эта комната и меня понимание этого пространства, это то, что здесь я хочу сделать роспись. Ну, потому что я этим занимаюсь, занимаюсь профессионально. И мне хотелось что-то такое, что было бы одновременно и детским, и на вырост. Вот. Получился вот такой сюжет. Все это рисовалось очень быстро. Угу. Получилось круто. У меня... Как моя дочка говорит, этот фламинго меня защищает. А сколько лет дочке? Вот это важный момент. Сейчас 4, в феврале будет 5. А, ну отлично. Тогда просто идеалити. Особенно еще с желтым цветом сочетание. Ну, чувствуется, что ты хорошо с цветом работаешь. Видно глазами. Вот. А что касается остального функционала. То есть акцентная стена, понятно. Хранение понятно. А дальше? Кроватка тоже на вырост для дочки из того самого магазинчика волшебное дерево, о котором я уже говорила. Красивые девчоночные штучки, игрушечки. Систему хранения для книг, для пластилинчиков, красок и всего такого, чего очень-очень много у малышариков. А вот я заметила, что у тебя нет штор ни в твоей спальне, ни в детской. На самом деле, в детской это единственное помещение, где есть шторы на одном окне из двух. Вот. На одном окне, верно. Они такие вот укороченные. Это осознанное решение. На второе окно я повешу просто ламбрикен из похожего материала. А у себя в спальне, на кухне я не планирую шторы вешать вообще. Во-первых, потому что 16 этаж, как бы мы тут никому в глазах не мелькаем. В детской две зоны. Одна детская детская, вторая детская взрослая. Здесь работает цыпрок. У него такое большое рабочее место. И на самом деле, удивительно, замечательно этот союз детско-взрослый складывается, потому что дочка обожает играть, когда папа работает рядом. Ну это сразу вперед, отвечая на вопросы, они мешают ли они друг другу. Мне повезло. Они прекрасно ладят. И больше всего дочка любит засыпать у себя в кроватке, когда здесь горит свет и папа занимается своей электроникой. Милен, спасибо тебе большое. Прям, знаешь, такой душевный рум-тур. Очень много личного ты дала. Спасибо тебе большое за это. Ну и, конечно, разные крутые, очень красивые, интересные, запоминающиеся идеи. Спасибо. Спасибо, Оля. Очень здорово, что ты пришла в гости. Я тебе была очень рада. Честно, не думала, что я стану одним из твоих героев в твоих роликах, но, похоже, мне понравилось. Я хотела еще сказать про решения, которые, по-моему, редко у тебя в роликах фигурировали. Это внутрипольная розетка. Ну, это, получается, для зарядки разных ноутбуков, телефонов или для чего-то еще. Это позволяет размещать на столе ноутбуки. Как бы при желании можем елку посреди комнаты поставить, посреди кухни. На самом деле очень удобное решение. Опять-таки спасибо супругу, которая любит все новостонные, интересные штучки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok